Столь масштабного мероприятия с участием научных кругов страны СНГ Национальная Академия Наук давно не собирала. Четвертый форум ученых собрал сегодня в Бишкеке ученых-академиков для обсуждения и внедрения перспектив развития научно-исследовательских работ в различных секторах внедрения инновационных методов в цифровую эпоху. С речью в адрес участников форума от имени президента выступил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Форум ученых предоставляет большие возможности обмена передовым опытом научно-исследовательской деятельности, проведения научных дискуссий, восстановления и расширения научных связей. Сегодня устойчивое развитие науки, направленное на содействие социально-экономическому развитию и построению современного высокоразвитого общества, требует эффективного использования имеющегося научного потенциала государства СНГ, сформировавшихся научных школ, решения проблемы подготовки научной смены, аттестации кадров высшей квалификации. Исследования полезных ископаемых, сложные горные рельефы, породы – все это сейчас в поле зрения ученых из России. Старший научный сотрудник Российской академии наук Анфиса Аскобленко делится, что вместе с кыргызскими коллегами проводят огромную работу по геологоразведке. Мы регулярно приезжаем сюда для того, чтобы проводить полевые исследования в области тектоника, региональной геологии, горообразования, фундаментальные процессы становления микроконтинентов. Также, в общем-то, опосредованно, но связаны и с поиском полезных ископаемых в металлогенее. Здесь же мы также сотрудничаем с геофизиками, которые занимаются сейсмиком, поскольку это активный, в общем-то, регион. Немаловажную работу в области гидростроения и гидроэнергетики проводят ученые из Узбекистана своим опытом и научными достижениями готовы поделиться в ходе форума. Это, конечно, даст новый толчок решению тех проблем, которые являются общими для наших стран. Продовольственная безопасность и независимость, это водные проблемы, это проблемы сохранения здоровья, населения наших республик и, конечно, новые научные проблемы, которые стоят перед нашими учеными. Цифровые возможности и инновационные технологии готовы обсудить ученые из Азербайджана. На своем примере внедрение в стране цифрового документа оборота, получение паспорта в онлайн-режиме и не только. В первую очередь, это проекты, посвященные ликвидации разрыва, информационного разрыва. То есть это означает, что все слои населения должны одинаково владеть информацией, должны одинаково владеть компьютерами. Известный проект в Азербайджане, который уже некоторые страны перенимают, это Асам-проект называется, Асам-проект и проект ДОСТ. Эти проекты действуют в рамках электронного государства, который тоже разработан в нашей стране. Форум такого масштаба интересен и молодым ученым, и аспирантам. Есть возможность изучения исследовательских работ научных кругов стран СНГ. Обмен опытом и знаниями будет способствовать развитию фундаментальной науки. Вопросы обеспечения безопасности, имеется в виду пищевая безопасность, экологическая безопасность, технологическая безопасность, вопросы цифровизации и, естественно, гуманитарный вопрос. Форум продлится два дня. По итогам будет принят пакет документов, направленных на привлечение внимания к научной деятельности стран Содружества и перспективы взаимодействия на между международном уровне.